Страшный диагноз спинобифида Илье поставили еще при рождении. Это сложный врожденный порог развития спинного мозга и позвоночника. У детей с таким диагнозом через позвоночный канал выпячивается спиной мозг, что резко нарушает его функции. Уже в первый месяц жизни Илья перенес две операции. В ходе одной из них врачам пришлось перерезать спинномозговые корешки, в результате чего мальчик не чувствует ног. Этот недуг не только ограничивает движение ребенка, но и оказывает негативное влияние на мочевыделительную систему. Из-за нарушения функции оттока мочи у Ильи развился гидронефроз почек, который прогрессирует с каждым днем. К этой патологии часто присоединяются инфекции, от них повышается температура, появляется слабость. Действенного лечения, кроме медикаментозной терапии российские врачи предложить не могут. Одни препараты вызывают привыкание, другие оказывают побочные эффекты. Мы лежали в Москве, лежали в Филатовской, лежали в РДКБ, потом на консультацию буквально недавно ездили, как два раза в Филатовскую. Давайте по этой схеме, давайте вот такую схему. А чтобы облегчить совсем жизнь ребенку, у нас такого нет здесь. Поиск альтернативы в сети интернет привел Людмилу на форум мам детей с аналогичным заболеванием. Здесь ей посоветовали обратиться в частную клинику в Израиле, где уже помогли многим юным пациентам. Но одна только диагностика стоит 600 тысяч рублей. Эта сумма родителям Ильи не по карману. Они надеются на доброту и отзывчивость неравнодушных людей. Мама Ильи мечтает лишь об одном – чтобы ее сын смог адаптироваться к самостоятельной жизни. Ему тяжело с этим самому справляться. То есть нужно облегчать. Тот же самый пандус этот, который мы в подъезде никак не можем поставить, потому что у нас по пожарной безопасности, по технике пожарной безопасности, нам не могут поставить пандус, который мы просим швелерать. Я по ним поднять уже не могу, по этим швелерам ребенка. Спустить, если еще кое-как бегом, а поднять я его не могу. Илья находится на домашнем обучении. Часть занятий проходит дистанционно. Дистанционно. Онлайн-уроки практически не отличаются от обычных. Он регулярно посещает музыкальную школу, а несколько раз в неделю к нему домой приходит преподаватель. Он выдающийся во всех отношениях, потому что он отличник по всем предметам. Но это не самое главное его качество. Ильюха очень добрый, открытый, солнечный человек. Он меня вдохновляет как учителя. И, конечно же, я его немногому учусь. Учусь терпению, учусь пониманию, учусь не злиться на то, что когда у меня что-то не получается. Чуткий, взрослый не по годам Илья все прекрасно понимает и спокойно относится к своему диагнозу. Он очень любит читать, участвует в литературных конкурсах и часто побеждает. Вместе с младшей сестрой они любят веселиться и играть в настольные игры. У меня самое заветное желание, чтобы мой брат начал ходить. К сожалению, ходить Илья уже никогда не сможет. Восстановить целостность позвоночника и поврежденные нервы уже никак не получится. Но он очень нуждается в остановке прогрессирующего гидронефроза, осложнения которого угрожают его здоровью. Помочь мальчику может каждый. Достаточно отправить любую сумму на номер расчетного счета или карты, которые вы видите на своем экране. Даже самый маленький взнос может оказаться решающим. Главное впрямление души. Любить, надеяться и верить только Богу. Любить других, как самого себя. И больше ровно ничего не надо. Марина Якубишина, Юлия Соболева, Десна ТВ.